Друзья мои, всем привет! День следующий. В прошлом видео не показал вам, что у меня случилось, но могу сказать, что ничего критичного на радость хейтерам не случилось. Просто при сборке дальней крышки допустил косячок. Прокладка не совсем корректно встала в крышку, там неудобно запихивать, коса мешается, и видимо когда запихивал, она маленько выскочила, и оттуда просто капало масло. Проверил, был лиг масла, поднял ее, посмотрел внимательно, для этого вчера на рамку ее загонял, все, фонариком светил, смотрю, она стыдится не так, и маленькая лужица из-под прокладки, маленький ручейчик вытекает, вытекает, вытекает. Так что проблема была просто в том, что прокладка некорректно села. Вот и вся проблема. Так что не получилось хейтеров порадовать. Сейчас вроде все поставил, уже все корректно село, вроде бы вопросов нету. Сейчас посмотрим, как надо все собрать, завести ее, залезть под нее, и посмотреть, побежит, не побежит. Думаю, что не должна, сейчас проверял все, просматривал камерой, все съедит, все на своих местах. У нас сегодня 2 января, рабочий день уже был, после работы. Продолжаю ковырять акадию. Все, собрал, капот накинули, а все уже скитали, все готово. Все снова комплектно. Надо заводить, проверять, запускать, заводить, не суть важно. Запускать, залазить, под нее смотреть, светить фонариком. Будет капать, не будет. Но я думаю, не будет, потому что все четенько сделано. Все, все подключил, все окей. Так что осталось только проверить, на рамку ее загнать и посмотреть. Ну что, друзья, пойдем покажу, где капало. Как не видно, да? Вот там вот, вот там вот, сверху, сюда очень сильно капало заведенную. И потом капало сюда, конечно, и здесь она двигалась, растекалась. Сейчас видите, вот сухо. И там, вот там вот, вот сверху. Там тоже сухо, ура. У тебя еще потарахнет, я еще залезу, посмотрю. Пускай маленько масло поджижи станет, разогреется. Погазуем и залезу, посмотрю еще, как оно там. Ну что, у нас небольшой эпизод из жизни Акадии. Акадия в строю. За рулем у нас Марина. Чек-энжин этих горит. Это 0449, EWAP ошибка. Буду с ней разбираться, наверное, завтра, суббота. Вечер. Ну, расскажи, как тебе машинка? Нормальная машинка. Нормальная? Марина машинку оценила. Но она реально такая комфортная. Вот на ней на работу сейчас езжу, скатаюсь сейчас на ней. Прикольная машинка. Комфортная, устойчивая. У нас, видите, снег опять выпал. Опять. Ну вот же был на Новый год. И вот сейчас, вот у нас сегодня 6 января. Выпал снежок. Красотища. Но обещают на следующей неделе вроде много снега. Ну, если завалит нас снег, я вам подсниму, покажу. Тогда снежный шторм обещают. Ну да, там шторм какой-то идет, типа, к нам. Но я по карте пострел, по карте циклонов. Он как бы вроде нас краюшком зацепит нашу эрию. Ну, посмотрим. Видно будет на улице, плюсовая температура. Плюс 2 сегодня было днем. Не замерзаем. Но Акадия, Акадия в строю. Только с чеком. Чек надо победить. Други мои. Всем еще раз привет. Это у нас сегодня Ford Escape. Белый. Помните, на котором я покупал колеса. Потом с него продал колеса с датчиками. Эти колеса без датчиков. И постоянно на панели горит ошибка. Типа, дружище. Колеса подкачай. Ну, я-то знаю, что они накачаны. А он не знает. У него истерика. То есть, его каждый раз заводишь. Оно как бы не мешает. Но эта желтая вот эта лампочка горит. И вот это бим-бим-бим. Оно как бы бесит. Кого бесит? Я на этой машине езжу. Меня бесит. Мне не нравится, что здесь вот эти вот чеки. Вот это вот все говно. Вот это неисправность. Не должно быть. То есть, не должно быть чеков и тому подобное. В общем-то, дай мне покажу. Берем форскан. Это у нас лицензионный форскан. Заходим. Могу даже показать, куда заходим. Так, как мне назад-то выйти отсюда? А, вот сюда, вот-вот. Вот он блок. GM. Конфигурация модуля. Щелкаем два раза по нему. У нас открывается вот это окошко. Переходим сюда. И здесь у нас вот он. Мониторинг давления шин. Видите, сейчас отключено стоит. Все, я его отключил. На панели пропала эта зараза. Программка у нас... Вы же помните, в какой я стране живу? Ладно, сейчас опять забомбит, но я живу в лучшей стране этого мира. И используем здесь программы лицензионные. То есть, да, я не скачиваю сторентов, я не скачиваю там откуда-то. Но есть официальные сайты. То есть, я зашел на форскан, скачал программу и пошел работать ей. Это официальный лицензионный сайт. Все лицензировано. Все хорошо. Пользуйтесь на здоровье. В общем-то, самое главное, что результат. Вот он, результат. Мне вот самое главное, что у меня нету больше здесь лампочки. Что у меня спущенные колеса. Это хорошо. Так, у нас прошла смена автомобиля. Все, с фордом закончил. Загнали Акадию. По Акадии сейчас надо будет вот эти колеса переставить назад. Как бы протектор есть, но не то. Это передние колеса. Диски пока краситься не будут. А эти пойдут вперед. Потому что тут, как бы, охеренный протектор. У нас Goodyear. Свеженький Goodyear. С офигенным протектором. Колеса парные. То есть, слева, справа одинаковые. И сейчас, получается, просто осями, местами поменяю. Жаднее вперед, переднее назад. Потому что все-таки управление больше спереди. Рулит оно сперед. Привод полный, но рулит перед. Поэтому сейчас для начала переставляем спереда назад колеса. Потом дальше покажу. Все, две секунды идем. Спереди Goodyear. Там аналогичная ситуация. Тут Goodyear. Тут старые. Лысоватые. Ну? Как еще? Ничего нормальные, но не то. То есть, лучше идеальные. Вперед поставить. Эту какафонию назад. Пускай сзади стоят. Правильно? Тут я понимаю протектор. Так, друзья мои. Ну, следующий у нас этап после замены колес. Это была проверка тех жидкостей. Проверил. В норме. В норме. В норме. В норме. Полный. То есть, бачок полный. Все супер. Все круто. Далее. Ошибка 0,449. Жалуется вот на этот клапан. Но. Не на именно клапан. А, скорее всего, на цепь. То есть, на напряжение. И вот мы имеем здесь два провода. Вот на этой фишке два провода у нас. Вот они, видите? Красненький и... И зеленый с белой полосой. Так вот. На красный приходит напряжение. Зеленый с белой полосой. Идет от мозгов. Не знаю от каких. Может быть от этого мозга. Видите? Эбу стоит. Может быть который там под панелью. Может быть который от там под панелью. То есть, не знаю от каких мозгов. Но откуда-то идет сигнал сюда. Сейчас. Проверил. Сюда у меня приходит напряжение. Зажигание включаешь. Напряжение приходит. Все четко. Снял соленоид лишний раз. Взял старый у меня. Вот он лежит в коробке. Вот этот. Который, помните? Вот я заказывал новый. Старый туда в коробку убрал. Его проверил. У нас аккумулятором стоит. Где вообще хочешь. Щелкает. Проверил вот этот. Щелкает. Прогуглил этот вопрос. Все пишут, что на втором проводе не должно быть. Ни минуса, ни плюса. То есть. Вон там именно мозги не управляют. Включением этого клапана, короче. Туды-сюды. Так вот. Вот. Если плюс сюда приходит. То соответственно отсюда сигнал до мозгов не доходит. Вот мне сейчас надо схему искать. Поднимать. Куда идет вот этот провод. Вот этого датчика. Друзья мои. Добрый вечер. Смотрите. У нас выпал снег. У Леры даже получилось скатать маленького снеговичка. Ну как снег. Это вот мы убирали здесь. Очень мало снега. Ну чтобы вы понимали. Видите. Вот. Драйвэй у нас чистый. И дороги уже также почищены все. Все видите. Чистенько везде. Но. На завтра предупреждение штормовое. То есть. Вон тротуар. Все чистенько. Все классно. Сорри. Темно уже вечер. С работы приехал. А на завтра у нас штормовое предупреждение. То есть. Дети в школу не пойдут. У нас сегодня ночью начнется снегопад. Эй. Что-то свет не загорается. Ну да ладно. Сегодня ночью начнется снегопад. И продлится он. Аж до вечера. Субботы. Сегодня у нас вечер четверга. И поэтому там предупреждение. Все. Оставайтесь дома. Дети переходят на дистанционное обучение. Ну чтобы вы понимали. Сейчас на улице минус два. Вот я в рубашке стою водной. Минус два. А понедельник уже будет холодать. И вторник уже двадцать четыре будет. Минуса. Это по Цельсию. Так что. Интересная погодка будет. То есть. Сейчас нахерачит снега. И приморозит. Ооо. Смотрите. Рыжий бежит. Кс-кс-кс-кс. Смотрите. Сейчас вам покажу. Это у нас соседский кошак. Карифан наш. Иди сюда. Иди сюда. Видите. Увидел меня. Прибежал. Такой это у нас дружелюбный. Соседский котя. Вот такой он общительный парнишка. Хороший кот. Офигенный котяра. Здоровый. Ладно. Пошел я в гараж. Акадию делать. Рыжий. Рыжий. Это не съедобно. Короче. Рыжий пошел с нами. В гараж с нами пошел. Это не наш кот. Это тот соседей. Ну как бы. Зашел. Зашел. Пускай будет. Попросится. Выпустим. Так. У меня вот. Немножко опять пусылочек с Amazon пришло. Давайте посмотрим что нам пришло. Пойдем помогать. Кстати. Горят котиков. Все любят. Давайте этому котику лайков наставим. Котик. Ха-ха. Хороший кошак. А пришла мне. Вот такая черная сумка. В которой. Сейчас посмотрим что здесь. А здесь у нас. Шесть видов губок. Для полировки. Так. Ручка. Диски. Еще какие то губки. А. Мягковые насадки. Машинка. Полировочная. Я так понимаю. обычная болгарка, с регулировкой оборотов, ну да ладно, не суть, ручки всякие, ручка, о, смотрите, сейчас на амазон напишем отзыв, сфотографируй, нажми на белую, точку белую, просто нажми раз и все, сломанная ручка, сейчас отзыв напишем, это я не поняла, фотографируй, так ладно, черная сумка и разобрались, сейчас надо с амазоном разобраться, а что возвращать ее будем, посмотрим, напишем, можно вернуть не проблема, можно вообще отполировать фары и вернуть ее, то есть на основании барака, так далее, у меня пришла такая коробочка, а в ней вот такой вот клапан, вот так он выглядит, и чтобы этот клапан установить, я сейчас буду снимать топливный бак с машины, устанавливать данный клапан, это который датчик? Да, это вот 0449 ошибка, по которому бьется, он на баке стоит, к нему же идет вот такой коннектор, потому что GMC с 2010, с 2011 года изменили, или с 10 коннектора, то есть был вот такой, стал вот такой, и поэтому вот такой переходничок идет вместе с этим датчиком в комплекте, чтобы люди не гадали, что знаете, какая у вас там проводка стоит, проще вот положить коннектор, если он вам нужен, ставить, если не нужен, то подключайте разъем в разъем, поэтому сейчас у меня, покажи, машина стоит уже на лапах, на подкатниках, кстати, грязовок называется, короче, на стендах стоит машина, ближе и ходит хозяин, и сейчас я лезу туда, снимаю бензобак, и меняю вот этот лап, я вам сейчас покажу, где он стоит, сейчас снимаю защиту бака, вот здесь вот такая штучка стоит, такая от рельса, вот как в роли защиты бака выступает, мне она очень мешает, поэтому нам надо ее снять, так, а, еще один болтик, снять и потом обязательно поставить обратно, один болтик можно закрутить обратно, там салатки сделали, отлично, ну и вот он, собственно, топливный бак стоит, пластиковый, у меня осталось четверть бака топлива, поэтому надеюсь, что не польется, и постараюсь его приопустить, то есть я все-таки постараюсь не полностью его снимать, хотя тот клапан, который стоит, он находится вон там справа, то есть он в глубине бака стоит, а почему я с левую сторону поднял, потому что справа там защиты, там глушитель, там вообще не подлезьте, то есть подлезьте я могу только здесь, но будем подлазить здесь, и по чайзачек, защиту мы сегодня ставить не будем, видите, лопнула сварка, причем судя по окислениям, она пипец как давно лопнула, это алюминий, поэтому надо будет отвезти ее на работу, приварить на место, и все будет хорошо, то есть она приварена только вот здесь и здесь, а здесь по бокам нет, поэтому я ее просто вот сюда на место ставлю, и смотрите какой шикарный шов можно сделать здесь, вот здесь сбоку, по всю длину прям бахнут два шва, и все, она легенькая, алюминиевая, надо просто заварить ее и установить обратно, раз завод-изготовитель сказал, что она должна быть, а она нужна, видите, вот эти вот все скретчики, это все где-то кто-то шоркал, машинка низенькая, то есть она полноприводная, она мощная, но она низенькая, поэтому не мудрено, значит защита нужна, оставим, пускай будет, а заварить только, вот такая вот приблуда стоит сверху бака, это вот эта дача будем менять? вот эта вот, покажи нам, как бак опущен, так вот он висит, и вот здесь вот она стоит, вот где у меня рука, вот проводок от нее идущий, видите здесь круглый, заводской, а как я уже говорил, то ли с 10-го, то ли с 11-го года начали ставить квадратные, то есть моя мне досталась круглым завода, потом они начали ставить квадратные, ну и соответственно этот переходник идет в комплекте, это хорошо, если надо снять вот этот вот бочонок, он вот здесь подключается, его снимаем, ставим новый, запихиваем все обратно, запускаем машину, очень сильно надеемся, что чек удалится, то есть он сейчас настолько печально, что он не удаляется от чек, молимся всем богам, да-да-да, короче, я могу чек удалить на панели туфли, но он в компьютере остается и заглушишь, заведешь и он загорается, ну как бы тут ничего сложного, сейчас есть одну защелку отстегиваю, даже покажу вам, вот все, и вот здесь вот разъемчик выкидываем, ставим новый, собираем, пробуем собирать, опа, как-то так, Рыжик у нас ушел, все, скучно ли с вами, он хотел со мной домой пойти, а я раз обратно вернулась, да, кстати, вот представляете, вот, ну это соседский кот, я говорю, он ухоженный, то есть это видно, что не выброшенный кот, мы видим, как он гуляет с детьми, со своей семьи, то есть все это видим, но он бывает приходится, это по дверь и говорит, запускай меня, ему открываешь дверь, он заходит к тебе домой, как будто он здесь уже был, туда-сюда, везде сходит, так есть вообще себя комфортно чувствует, причем он дружит не только с нами, напротив соседей, то есть он на диагонали от нас живет, а соседи напротив, он к ним ходит, бывает, идешь гулять по району, пойдем погулять, ну Рыжик навстречу идет, где был, хер его знает, то есть такой хошак прям, в доску местный, а мне нравится, как летом он зайчиков ловит, да, летом на зайчиков ловится, пиздюк, блядь, я за это ругаюсь, зайчиков нельзя трогать, у нас так тут, когда осенью, да, поселился, осенью, наверное, да, почему летом жил тут, фильм, все лето жил, все лето фильм прожил, он здесь напротив дом, за ним большующее дерево, ветер уходит, там все еда, скотина огромная, и все, и зайчиков все меньше и меньше стало, потом кого мы в лесу увидели, вот прям на средней улице, едем домой у нас, я говорю, Марине, смотри, кошка, ну зрение, видите, хорошее, притормаживаем, она к нам ближе подбегает, не, не кошка, нифига, лиса, стоим, ждем, она бежала, бежала, мимо нас пробежала, как-то, знаете, как это должно быть, вот, съели всех зайчиков, короче, тут, да, идиори, блядь, там на защелках, там две защелочки такие, все, потом, это что у нас, оригинал, ну судя по болтам, бак ни разу не снимался, потому что вот хамуд там на пайпе, на батрубке, я его снял, прям видно, что вот он как стоял, так стоит, по этой херне я не вижу, чтобы где-то джи-м написано было, но бак прям вот как будто ни разу не снимали, может быть снимали, не исключено, 24 года машине, какие там 24, 14, вот вроде кажется, за 10-й год недавно был, 14 лет машине, так, это у нас гарбич, окей, сейчас новую будем устанавливать, я почитал отзывы, люди пишут, что все подходит идеально, все работает идеально, я там где-то вначале снимала, там были видны мои ручки, немножко затемнило, так что извиняйте, я не хотела, что там делала, да когда снизу снимала руки в этом, немножко залезла в кадр, ничего страшного, я оттого же мнения, теперь я понимаю, почему говорят, что лучше снимите бак, типа так не пытайтесь подвести, так что немножко пипишкой смажем это все, установим, чуть-чуть буквально на салазке капнем, как-то взяться, так удобно, вот, очки, все, установлено, язычок защёлкнулся, готово, А вторая сторона как крепко? Какая вторая? Ну вот трубка вторая сторона. Она просто надевается все. Наделся, щелкнул, готово. Все. И сейчас надо переходничок на провод надеть. Вот этот вот. Причем надевается, на нем даже скобочка сделана. То есть надел и застегнул его в заводское место, как он был изначально у лакадии. Вот мы его надеваем. Вот так. И куда-то нахер застегиваем. Хе-хе. Забавно. О, ребус, блядь. Хе-хе. Супер. Потому что разъем поменяли. Раньше такой круглый был. Сейчас квадратный стал. Ну не сейчас. Когда они вышли. Нет. И что? Где этот разъем-то? Нет. Разъем-то где? Он на машине остался второй. То есть пытается стыкнуть с машиной вообще. А и что ты хочешь тогда где его зацепить хочешь? Ну вот это крепление где-то здесь должно цепляться. Теоретически. Тогда потому что я мужичка смотрел, он еще показал. Говорит, а это вот здесь поцепить никаких проблем. Зиптайкой. Зипкой? Можно зипкой? Надежно будет. Зипкой. Короче, ладно. Сейчас я придумаю куда его. Да вот так оставлю для всего. Вот. Все. Я сейчас провод родной сюда шлеп. И на месте. Ладно, выключай. Чего смотреть извращением или как я там ползаю. Оставай. Вот я сейчас ложу ее, закидываю, бак поднимаю. Прикручиваю три ленты. И все. На теории всегда просто. Собирать всегда проще? Я всегда это говорил. Любой мотор когда разбирает, его собирать всегда проще. Какой бы он падла не был? Разбирать. Ну, по крайниسب первый раз я разбираю, что первый раз разбирать сложнее, чем собирать. У меня, по крайне в мере всегда так. Когда разбираешь, ты должен запоминать, что ты разбираешь, где-то что кого откручиваешь. Это как мат amortec-те способствует, ты занимаешь, а ты же видишь, у тебя же глазки-то вот эти. Не знаю, мне кажется, это уровень знаний определенный должен быть, чтобы так разбирать, собирать. Нет, уровень знания определённый потом нужен, а ты уже на локоть. Так, надо грешник сюда убрать, песка-песка немедленно. Ну окей, включимся позднее. Ну всё, собрал. Бак прикрутил. Я тебе только защиту не поставил, ну ладно, завтра заварю и поставлю. Всё окей. Будем проверять. Протестим, что да как. Там уже это, да, кусок валяется с подкрылкой выпало, я его туда выкинул. Не пугайтесь. Так, где у меня диагностика? Вот она. Мой лаунч. Обычная диагностика, ни хера мне необычного нету. Лаунч. Не удивил, короче, у меня. Всё, подключил, нажал. Удаление ошибок. Одна ошибка была вот. Engine Control Module. И до этого она не удалялась. То есть ни в какую. Сейчас, видите, ошибок нету ни одной. Вот, нигде. Это радует. Сейчас надо будет покататься, ещё посмотреть, конечно. Но, до этого, я говорю, ошибки были. То есть, она не давала мне её удалить. Я там делал, что-то под капотом туда-сюда, нажимал удаление ошибок, она удаляет, её оставляет, чек тухнет. Заводишь машину, поработала, глушишь, опять заводишь, чек загорается. Вот в прошлый раз я как раз катался-то, радовался, 40 минут, ничего не загорелось, ни хера. Я её заглушил, завёл, всё, чек приехал. Ну, сейчас нам будет тоже покататься-посмотреть. И уже, как бы, покатушки уже покажут. Ну, а сейчас, давайте, запустим её пару раз, попробуем ради интереса. Так, чек потух у нас, всё хорошо. Ну, это только... Только на колёса ругается она. И ремень. Так, глушим. Ещё раз запускаем. Видите, чек тухнет. Ну, покатаюсь, посмотрю, потом вам расскажу. В гараже уже тепло. Ладно. Глушим. Я буду переставлять её на улицу, потому что я на ней завтра поеду. Надо же покататься, посмотреть, всё ли хорошо и насколько хорошо. Ты сейчас хочешь покататься? А, блин, что-то полдевятого. Я завтра на работу пойду. Нет, поехали, сейчас покатаемся. Поехали, покатаемся. Ну что, друзья, маленько отъехали. Наши деревушки. 5 минут от дома отъехали. Тачка тарафтит. Делаем тест. Глушим. Забираем у неё ключ. Всё потухло, всё окей. Так, запуск. Пробуем. Человек потух сразу. Ну, вроде как проблем нету. Надо ещё по GMC программу скачать, нахер, отключить от датчик. Хотя у меня есть сенсоры эти все, от бывшего хозяина мне доставить в подарок. И можно как бы даже поменять их. Так, камерка. Кстати, очень неудобная камера в зеркале. Удобнее, когда она на мониторе, на большой. Очень она удобная. Не знаю, мне нравилось, когда у меня на Фредди была. Там мне больше нравилось. Ты такой опытный водитель, тебе неудобно ездить с камерой. Она такая, без полосок, ну, окей. Кота видно, когда назад сдаёшь. Так, поехали, покатаемся маленечко. У нас, видите, время уже без 10-10. На дорогах пусто. Поэтому поехали маленько прокатимся по пустым. По пустым чистым дорожкам. Всё чищено, всё косно. Всё посолено. Но завтра, я думаю, с утра будет ни хрена не чищено. Через час не хочется. Ну, как она едет, я вам скажу, а? Шикарно просто. 290 сил дают о себе знать. Я прям кайфую от неё. И, кстати, не один у меня вот рядом пассажир сидит. Она тоже от неё кайфует. Влюбила эта машина у нас в себя. Ну, да ладно, об этом не в этом видео. Так, друзья, ну что, покатались, вернулись. Видите, тут белый портик уже стоит маленький. По Акаде вроде замечаний нет. И теперь я хочу вам показать. Я просто видел на видео, человек показывал. Я хочу посмотреть и вам показать, так ли это у меня. А ничего не надо подстелить, а то сейчас намусоришь не. Да нет, не должен намусорить. Ну, хотя бы сторонники. Тут такой мусор он этот. Не намусорит. И вообще не у тебя, а у меня мой гараж. Только я здесь чаще нахожусь. Моя машинка тут. Чаще тачки чинишь, да? Смотрите. Открываем вот эту крышку. Что мы видим? Здесь фильтр. И до хера песка. Вот, смотрите. Вот это вот все. Видно сколько? Да, видно. Вот это все было в этом... Как его назвать? Это бы соленоиде. Наверное, да он не работает. Я думаю, что это вам сдох, да? Ну, кому понравится в песке жить? Как он был, то хоть собрать его обратно. А вот так вот он был. Вот, такая фигня. То есть, я так понимаю, его задача, он открывается через себя, запускает. Попадает в бак. А тот соленоид уже открывается, когда в баке много давления. И наоборот всасывает под капотом который. Наоборот, выпускает избыточное давление. То есть, этот открывается, когда не хватает давления. Ну, или когда песка. Уровень песка в бензине, короче, падает. Он открывается, когда сейчас песочком подкину. Интересно, есть сменные фильтры вот для этой фигни? О, песок-то везде. Ну, да ладно, пофиг. Какие фильтры-то, а че? Кто-то будет сидеть, перебирать уж что-то. Вот так берешь вот так. Я помню еще, когда перебирали. Ну, блядь, прошло то время, вот перебирались. Так, это на возврат у нас пойдет. Фары, полировки. Фары пока откладываются. Да, пока фары, покажи какие они мутные. Я бы на работе с радостью отполировал. У нас есть машинка, у нас есть полировка, у нас все есть. Но у нас маляр ушел в отпуск. Я знаю, где она лежит, но будет, наверное, по-скотски лезть к человеку в его шкафчике, лазить там, шариться, проводить свои порядки, брать. Поэтому я мог бы, опять же, подождать, да, он, когда он в феврале выйдет на работу. То есть мог бы подождать, в феврале он выйдет, отполируем, но мне проще купить машинку. То есть у него я не хочу лазить, потому что без спроса по чужим шкафчиком некрасиво лазить. Ждать я не хочу. Третий вариант один. Это только прикупить свою. Вот. По поводу снега, че, наверное, следующее видео сделаем. Не будем уже это растягивать видео. Завтра я поеду на работу, по-любому первым делом у меня будет завтра надо завести пикапы в 250. Кто его не видел, есть видео на канале, могу еще раз его показать. 6,7 бензин V8, который для снега уборка сделан. Там как раз, по-моему, уборка снега у тебя видео. Да, там есть уборка снега, но я там ночью убирал. А нет, там на старом канале. Нет, на этом канале. На этом канале? На этом канале. Или на старом. Мне кажется, на старом, в прошлом году же это было. Да, короче, не суть важна. Можно сделать, наверное, сделаю, да, покажу, потому что люди новые приходят. Многим интересно, что это за чудо. Обычное F-250 оборудовано просто под уборку снега. То есть вот его работа, вот он большую часть стоит времени. Грубо говоря, с марта по январь. Его заводишь в январе и пошел снег чистить. Снег чистить, солить. Короче, покажу все, ладно. В общем, пока, где тоже завтра еще, ну, поеду на работу. Завтра надо брекет заварить. Посмотрю его, заварю. Может, на работе его поставлю, может, дома поставлю, не знаю. Его надо будет заварить. Ну и все. И вроде как чек пропал, все хорошо. У нас осталось фары отполировать. И Акадия готова будет к продаже, я думаю. Вот. Но фары надо отполировать. Так что всем спасибо за просмотр. Спасибо большое за поддержку, за ваши советы. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok